Экстремальное видео из Перми. В пятницу там под асфальт ушла газель, автомобиль провалился целиком, а это значит, что глубина ямы порядка пяти метров. На кадрах, которыми получили из Пермского края, видно, что в провале течет бурный поток. Уже известно, что обвалился верх канализационного коллектора. Он был построен в 70-х годах прошлого века и этой весной не выдержал. Микроавтобус вытащили из этой ямы, кабина наполнилась мутной жидкостью, от которой отчетливо пахло нечистотами, сообщают местные СМИ. Водитель успел выскочить из автомобиля, когда тот только начал уходить под землю, мужчина не пострадал. Тем временем настоящая дорожная драма уже много месяцев разворачивается под починками на трассе, которая соединяет Саранск и Нижний Новгород. Почти полуторакилометровый участок превратился в непреодолимое препятствие. Водители тратят до получаса на то, чтобы пробраться через эти 1200 метров непролазной грязи, ям, колдобин и выбоин. Подрядчик, который выиграл торги на ремонт этого участка федеральной дороги, попросту сбежал с объекта. Говорят, не вывез по экономической составляющей. Трасса важна для жителей Мордовии. Это главная артерия, соединяющая столицу нашей республики и Нижегородской области. Что там происходит прямо сейчас, увидела Светлана Лашина. Такую бережную езду редко увидишь на трассе, тем более федеральной. Вместо того, чтобы мчаться на Нижегородской дороге под починками, легковушки и даже фуры крадутся, а водители покрывают непокрытую асфальтом дорогу. Не самыми цензурными словами. Что за дорога? Умерла дорога. Делать надо. Да давненько, ну начиналось-то с маленького, а сейчас уж вообще ужас. Было-то не так уж сильно, но сейчас-то уже да. Это вот считает сколько километров два, едешь минут двадцать. И еще, ну, что с машиной творится? Вся ходовая и все остальное. Слушай, портится машина? Конечно, портится. Колеса, амортизаторы, шаровые. Тут куда деваться, сколько проблем. И грязь такая. Вон они сколько ездят. Официально не два километра, а всего-навсего 1200 метров, которые преодолевают действительно не меньше, чем за 20 минут. И время, и затраты на будущий ремонт, которые автоматически подсчитывают водители в голове, пытаясь объехать бесконечные ямы, это только малая кровь. 28 февраля я здесь сама застряла, потому что здесь было первый раз тепло, была плюсовая температура, и невозможно было проехать. У меня низкий клиренс. И меня вытаскивали. И там до этого было болото. Болото было очень глубокое, прямо на дороге. И после многочисленных жалоб, когда там машина утонула, ее буксировали, вытаскивали, но машина потом не завелась. Рискуют так не только частные автомобилисты. Всем понятно, что в кузове каждой фуры, груз. И водители фургонов, больших и маленьких, к чеку за будущий ремонт транспорта прибавляют и дополнительные расходы. Никак не проедешь. Все, и в фургон ничего не довезешь, ни товар, ничего. А уже были какие-то проблемы? Да, конечно. Постоянно. А какие проблемы с этим? Ну, все разбивается. Как довезти-то? Вся, весь кузов прыгает. Вся машина. А что везли уже? Ну, товар, продукты. Бившиеся, не бившиеся. То есть все побилось? Конечно. Кошмар. И кто возмещает ущерб, если такое происходит? Никто, сам. Если тут дело в финансах, то, с другой стороны, безопасность и здоровье жителей не только близлежащих населенных пунктов, но и всего района, возможно, даже области. Поэтому участку приходится ездить и скорым, и школьному автобусу. Я являюсь директором школы в этом населенном пункте, который поселок Карсенка. И каждый день, когда автобус выпускаю на линию, переживаю, вернутся ли он назад или нет. Потому что, во-первых, и техническое состояние его ухудшает раз за разом. Во-вторых, вы сами видите, по этой дороге идут и большегрузы, и маленькие летчики летают. И водитель у меня каждый раз говорит, я не знаю, как на твоей дороге возвращаться. Одеваться некуда. Вы посмотрите, какой глубины ямы. Разве можно тут ездить? Я уж не знаю, как скорые тут пробираются вообще. Скорые ездят с починок в Нижний Новгород, возят больных экстренных. И как вот тут ездить? Вот каждый день два раза взад-назад и до туда. Это же вообще невозможно. Я рычагами, я подвеску вышибу. Газель задевает рычагами. Подвеска. Это как можно ездить? Ну, сами видите. От Слукаянова. Мы сами с Лукаянова. А вот возят, например, в больницу. Все возят в починке. Вот скорая помощь. Как вот больных везти по такой дороге? Военно-фронтовая, я говорю, дорога. Вся разбита, как после бомбежки. Дорога, похожая на военно-фронтовую, на самом деле пережила вовсе не бомбежку, а ремонт. Точнее, не пережила. По федеральной программе капитально отремонтировать планировали 30 километров трассы от Лукаянова до починок. Начали работу еще в 2020 году. Дорогу разделили на три отрезка, чтобы чинить полотно по очереди. Подрядчиком выступала чувашская организация. И до прошлой осени все было вроде бы по плану. Начали ремонт делать. И не доделали. И не доделали. Вот такая теперь дорога тут. Летом мы сняли первый слой, видим, или как. Она еще была ничего. А уже по осени разбилась машина вся. Ой, дорога. Это вот того подрядчика, который здесь осенью вот это все расковырял. Я не знаю, что бы с ним сделать надо. Федеральная трасса, и все ездят вот зиму. Каются, машины разбивают. И всем наплевать на это дело. Это как-то так вот. Эта федеральная трасса в общем принадлежит компании УПРДОР «Москва-Нижний Новгород». Местные власти, возможно, и рады бы привезти на самый разбитый участок щебенки или строительного мусора. Но по закону не могут. Мы не отвечаем за федеральную трассу. Делают третий год, но или подрядчик такой, или руки такие. Они банкроты. Они ушли отсюда в декабре месяце. Остались людям должны зарплату, продали всю технику и рассчитались. Глава Починковского района Михаил Ларин рассказывает всю подноготную. Говорит, жалоб на участок дороги без дороги много. О ситуации знают все. И Минтрансрегиона, и главное дорожное управление страны. Только в результате обращений одни отписки. Якобы им за некачественные работы заказчик не заплатил деньги. В результате этого у них, значит, не хватило средств, и они не смогли закончить. Мало того, уезжая осенью, они хотели заделать, они взяли и выбрали этот участок от 1200 метров. Как бы, если бы они не сделали этого, то эта дорога еще более-менее проезжая была. Как вот перед ней и за ней тоже, за этим участком. Управление дорог московское поручило все-таки управление дорог, которые находятся в Нижнем Новгое, чтобы этот участок они содержали. Очевидно, что о содержании пока не идет и речи. Лично в ответственной за трассу компанию «Пордор Москва-Нижний Новгород» прокомментировать перспективы не смогли. Руководство все на дороге, я сейчас какие-то объемы разговариваю. Вам просто никто не ответит. То есть некому просто комментировать, да? Хотелось бы верить, что в тот момент руководство было именно на этой дороге, но не факт. Зато в дистанционном режиме областной Минтранс подтвердил печальную историю ремонта дороги под починками. По информации Федерального казенного учреждения «Упордор Москва-Нижний Новгород», это ремонтный участок. К сожалению, подрядная организация не исполнила обязательства в установленные по государственному контракту сроки. Федеральное управление ведет работу по понуждению подрядчика к исправлению ситуации. Сколько будет длиться понуждения, неизвестно. Так что пока, собираясь в Нижний Новгород, жителям Мордовии стоит прибавлять в среднем полчаса, рассчитывая время и энную сумму денег на посттравматический ремонт. Светлана Лашина, программа «В центре внимания».